всем привет канал ирина цветики доброго воскресного утра ну и конечно все последующие дни мне вот пишут что я по утрам смотрю ваши видео уже привыкла поэтому говорю доброе воскресное утро сегодня мы снимаем покупочки и так подозреваю что будет длинное видео потому что покупочек много и такие все красивые все хочется показать так получилось что на этой неделе я часто практически каждый день ездила краснодар но у меня еще и другие дела есть поэтому и но цветочные магазины я мимо не проезжаю поэтому покупочек на этой неделе собралось очень много сейчас будем рассматривать и каждый каждую я думаю может что-то оставить каждый такой такой красивый такой хороший как не показать давайте начнем с мини чик ну вот это куплено все в разных магазинах вот я показывал обзор из леруа очень понравились но к тому моменту когда я вернулась ну вот оставались только белые вот розовые были мой чё что так с ярко свечу он с блеском вот этот розовый сейчас куда-нибудь его в тенек может попробуй наладить камеру ну вот так но видите она сама запускается автоматически почему-то вот такой прекрасный мини чик они еще мокренький суд не буду убирать по мере ай не падай не падай вот они такие хотят упасть цепляется ну вот смотрите какой интересный ну мне кажется в по-любому он интереснее чем белый просто белый хотя и белый просили купить самые красивые но вот все что осталось белые тоже красивые но вот этот по-моему цветной лучше даже у него губа крапчатая больше не было там но в другом магазине я купила но за ту же цену ну подороже были конечно и по разнообразней вот просили за эту цену вот такую мини чку который тоже хочет опрокинуться вот у ней новые совершенственный стаканчик розеточка очень много воздушных корней и тяжелая грусть цветочков и на норовит опрокинуть ну и смотрите доставил покупая орхидеи си правдами и неправдами и вот на этой неделе удача мне улыбнулась я нашла мини бабочку но я искала минички объезжала и базы и магазины все и вот случилось так что нашла вот такую прекрасную бабочку мне там где-то трелесник даже с двумя попробую вспышку включить уже не знаю вспышка очень ярко вот у ней три цвета носика правда один из точки роста кишечки есть один засухший сверху где-то я там видела две кубежки ну возможно вот этот который я нет цветочек у нас было очень жарко вот там что-то интересное было очень жарко душно перед грозой ну я конечно берегла его как могла только что не на сердце держала к пока везла домой ну вот один цветочек или ему просто пора уже засыхать там один цветочек высыхает как же фокус навести вот так вот вот он зачем ты переключаешься камера на желтых лепестках еще и крапушки есть очень красиво и покажу еще фабрику да она там оставалась одна но я и вы ее решила забрать не очень дорого потому что ну всех раз купили осталась одна она и отдала мне подешевле ну так получилось что уже показываю свободные две первые три минички я покупала под заказ а вот бабочку и вот фабрику они свободны просто от себя смотрю но это посмотрела стоят на тоже предложили мне я забрала фабрику для вот эти минички свободны ну попали уже в завоз ой в обзор купленных по заказу ну потому что они маленькие хочу убрать чтоб они не падали теперь пока буду показывать купленные под заказы которые забирают такую красавицу увидели в обзоре на торбекова но на торбекова я вернуться второй раз не смогла один раз я возвращалась что я там купила что-то купила какой-то цветочек в основном там не нашлось ну потом вот снова попросили красивый да такой ну увидела я на рынке и купила на рынке уже показала хозяйки уже и его забирает что приятно хотел сказать но горшочек любимые видимо это вчера была гроза у нас окна у меня открыты пускают свежий воду возможно корешки напитались бывать такой уже стоят на решетке полусухие и вдруг покрываются горшочки испаренной и зеленеют корни вот с этой стороны она абсолютно сухая появилась испарена решочки позеленили ждем сухой погоды чтобы досушить окончательно у нас есть время да я пообещала там нескольким девочкам отправить в понедельник я забыла что понедельник у нас почта не работает теперь ну если случится и поехать дальше в краснодар или еще на централе ну это далеко не вата но может быть так получится и это сделаю в понедельник а вообще во вторник перенит переносим отправку вот африк прекрасный цветочек просили рыжих али африка и как по заказу вчера я увидела его но увидела потому что между своих дел не проехала мимо рынка заехала но в одном магазине был хороший завоз и с другой вот я просто приметила этот африк там стоял и забежала и взяла его афро африк афро ну да там есть плохой корешок но в основном хорошие ведь много и сверху смотрите какие вот нехороший он легенький принципе готов к отправке и его забирают вот долго меня просили монако чтобы он был прям коричневый вот встретился такой коричневый монако него два цвета носа показываю подробно уже и фото скидывала и так всяк ну все равно видео лучше видом видео потому вопросов было много вот показывая все подробненько вот такие верхние корни нижние корни коричневые цветочки вот с этой стороны закрывал этикетка шикарные корни у меня много новеньких на канале вот на личной странице спрашивают мои условия стоимости орхидейки я добавляю 200 рублей которые мне нужны на покупку ну бензина конечно львиная доля бумага заказываю на белье красивый темные скобы для большого степлера делать коробки скобы для маленького степлера чтобы бумагу я упаковываю бумагу такую упаковочную тоненькую серенькую скотч покупаю этот вообще у меня летит скотч бумажные полотенце туалетную бумагу такую двойную которую укрепляю корни поэтому расходы есть по упаковке вот мне на это нужны денежки ну кто может кто хочет считает нужным имеет возможность присылать мне как типа премии денежку ту сколько может что называется любая денежка даже 100 рублей бы оставляют и 500 всяко по возможностям это очень конечно помогает мне позволяет чаще ездить снимать ну и покупать орхидейки что тоже бывает просят купить ну а денежку вот непонятно стоит высылать не стоит друг я буду там месяцами искать я сама не хочу такие денежки принимать потому что ну зачем она будет у меня на балансе несколько месяцев болтаться поэтому редкие цветы да и я покупаю вернее мы оплачиваем по факту но вообще по-разному бывает я обычно стараюсь цены на меня просят об этом сразу с упаковка озвучивать полную стоимость почта это отдельная история почта сама считает на сайте потом вот я к почте не имею никакого отношения ну вот абсолютно сухенький я надеюсь отправить тоже недель мы его берут да это куплено одним из цветочку заказ вот притория а хоть и думаю чего вертела хотелось показать название притория вот еще заказывали мне желтых красавицу там тоже в дополнение вот такую я купила но я послала хозяйке вечером но возможно слишком поздно вечером вот фотография но пока с утра я не увидела отклика она такая значит будет считаться полу забронированная но она по заказу но не оплаченная да вот такие недорогие скажем и редкие которые встречаются я покупаю на свои деньги а уже те что стабильно стоят магазинах дорогие красавцы там убегли по еще что то такое я покупаю по предоплате конечно никаких денег не хватит меня просили купить подарок для мамы самый крупный вот фиолетовые орхидеи мама день рождения приятно когда дети из других городов хотят сделать подарок своим родным в краснодаре в основном вот попросила купить но я уже купила две ну вот говорят побольше бы ну я выбирала крупные самые крупные цветы вот фиолетовые смотрите какая не знаю опять не понравится что грозь не сильно пышная если попышнее ну вот еще одна я купила здесь там грозь попышнее но цветы не столь яркий ну вот сначала просили что белая полосочка вроде как бы было или при туре или жемчужина императора ну это не жемчужина императоры грубо говоря до строго строго говоря но размер такой же цвет может быть немножко отдельно отделяется смотрится как бы цвет вот жемчужины именно но она более фиолетовая на самом деле это грозь попышнее правда смотрит вниз есть много бутонов ну цветочки не столь крупные но вот потом я встретила вот этого крупного и тела и его вот тоже пока ответа не знаю может еще какой-то но я третий уже не буду покупать естественно это на свои деньги куплено ну тогда можно считать они свободным что ли девочка ответит мне тогда определимся свободное не или нет вот если попышнее я написала можно сделать групповую посадку ой-ой подарить так тоже хотят упасть покажу еще вот очень крупные цветочки я собственно и выбирала как просили самые крупные цветочки ну а красивые каскады там грозди вот есть магазине орхидея очень красивый там но не на дуге вот так вот каскадом как собой педан делает очень красивые цветы довольно крупные но стоимость их даже не в два раза больше там за две с половиной тысячи они стоят поэтому ну пожалуйста присылайте денежки я куплю тут красивый ну чтоб подарочным был да ну это же обыкновенные но можно оформить и подарочным но подарочные пожалуйста я куплю а эти будем тогда продавать красивый ну еще вот три цветочка которые забирают купленные по заказу ну вот чисто белый беглип мы просили несколько человек там были еще бегли по очень смотрите вот в руку красивые крупные но вы найти удалось вот чтоб совсем без единой точечки только один вот тут серединке и там еще какие-то крапушки точечки были там есть еще белые беглипы тоже это свежий завоз лапушки большие да не хочет поворачиваться на что-то цепляется ну то есть если вам не принципиально важно и вас не смутят вот точечки и крапушки на язычке то я могу еще купить я надеюсь на это стоять еще и но и было много довольно вот а вот чисто белый но его забирать его повторюсь на берлиоз тоже я купила в двойном экземпляре потому что на самом деле очень красивая идея так вот востребованная часто ее просит я подумала что я покажу на купленную по заказу и буду тоже просить поэтому взяла два есть один свободный бегли по корешке не показала почти сухой но ты здесь на час все с испаренной из-за влажности просто тропические дождей тепло очень душно и дождь но я думаю что это нравится орхидея вот берлиоз повторюсь один забирают один есть у меня свободных и вот такой красавец бегли тоже в двух экземплярах этот куплен будет показываю хозяюшки но мне присылали фото но по моему там на фото был более розовее похоже на принцессу ну пока вот такие белые есть и розовые оттенки у него два цвета носика еще веточки в день боковые очень пышненько нарядненько смотрится кустик повторюсь есть свободный такой где не качество смотрите какой полный горшочек корней просто не помещается до патушке сыпет мацы по листу повторюсь было очень перед жарко перед грозой поэтому некоторые бутоны на цветочках отсохли ну не знали в магазине или в процессе перевозки их они отстоялись у меня день вот бутоны некоторые засохли ну вот тут я выставила свободные орхидейки ну среди них вот оказалось закат почему-то вот в начале недели прямо их не было несколько раз спрашивали не удалось встретить не удалось ну вот не было да это оплаченные даже прислали денежку заранее ну вот он у меня стоял свободных почему-то но это вчерашние только вчера я его нашла вчерашняя покупка поэтому на такой зелененький ну свежий завоз очень зеленый крупная розетка такая смотрите прямо мощная хорошая ну и и 3 цветоноса но другого не было к сожалению там были еще бредненький прям совсем бредненький но просили поярче но вот этот поярче ну вот только с тремя цветоносами но денежки хватило что присылали поэтому я купила пода просили прям несколько дней думаю этого не будет закаты но было много их на завозе в начале недели ну вот они все ушли так я вспомнила еще 2 архидейки вот мантрес но он темнее конечно купленные по заказу они стоят на решетке потому что им нужно быстренько высохнуть отправить в армавир и вот и бейте full smile вот живую я смотрю она переливается камера коктейли стоит неудачно ну будет сюрприз хозяйки она когда посмотрит навечно намного красивей чем съемки ну надеемся что цветочки не повянут ну бывает знаете повернуть но не стоит сразу огорчаться если они даже висят тряпочками лишь бы не высохли вот до пергаментное состояние вы напоите его снизу поставить в кашпорт водой но немножко вот начинать поить ноги то вот так и они попьют и через день они вас распустятся эти названия сейчас поверну боюсь их сильно ворочат потому что ну цепляют друг за друга падает много цветочков стоит это вот beauty full что-то там у нас опять такие пробки у нас просто невозможно жить и вот мы три дня начиная с пятницы мы не можем нормально не в магазин съездить не в аптеку вот надо было там маслом не на машину надо было купить пробка сплошная стоит и в городе с утра начинается тут уже и улицы все забиты и станица вся забита еду через станицу ну просто кошмар мужу по два часа мы не можем заехать в город представляете вот что называется съездили за хлебушка тоже повезла в пятницу посылочки на почту на полпути встали и я посмотрела что мне раза в три быстрее съездить в краснодар ну да смола вот до торгового центра и сдать там посылки чем добраться вот до своей почты поэтому я там развернулась и поехала в краснодар сдала вот прелести жизни на юге и так все просто как кажется в отпуске может честно говоря уже к воскресенье уже все в панике друг другу перезануты просто кошмар кошмар до работы человек не может доехать два с половиной часа хотя если тут ну ну от силы минут 10 можете представить какие пробки до прекрасный мантрес и бьютифл смайл поэт там еще цветочки ну вот и